привет как ваш ничего зрители youtube вы кстати в курсе как появился сам youtube я вот когда начал заниматься блогингом поинтересовался это был небольшой старта трех бывших сотрудников платежной системы paypal ребятки просто обратили внимание на интересную технологию flash видео и решили сделать некое подобие кустарного телевидения в интернет делает было в 2005 году уже в 2006 году парни продали свой стартап google за полтора миллиарда долларов вот так в современном мире делаются большие деньги а вы умеете распознавать интересные технологии и зарабатывать на этом деньги вообще в курсе что сейчас происходит в мире высокого эти разные медицинские био нано роботы технологии виртуальные дополненные реальности криптовалюты я вот в этом не очень сильно секу я а биткойна кто узнал когда по радио уже начали обсуждать что они космические стоят если вы во всем этом сечете то честно респект вам увожу но второй вопрос остается открытым как именно вы можете на этом заработать смотрите есть команда стартком их работа просекать все нюансы и находить в мире современных технологий именно то что в будущем принесет реальные дивиденды суть вы вкладываете деньги в них они с этих денег зарабатывают и вам и себе знаете когда наступает будущее сегодня именно сегодня вы решаете будете вы завтра богатым человеком или нет ссылка на стартком в описании этого видео вася 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 ты теперь василиса врут мне шпрот вася ты как с тобой сделалось то трансгендерный переход трансвисторный светодиод свистать ту люстру василий с тобой со школы дружили ты мне корешем был была мы с тобой на рыбалку вместе лезли в баню вместе ходили от меня хочешь ну вот такая теперь я есть а в сауну можем как-нибудь и еще сходить позвони милаш срать не встать здравствуйте граждане очень давно хотел показать вам этот автомобиль нет не так эту машину очень давно хотел показать но каждый раз на пути у меня что-нибудь встает в этот раз это стихия если в прошлом обзоре еще кое-как мог расчистить площадочку и стоять там под мостом снимать сейчас я даже проехать туда не могу все заваливает все засыпает все просто кошмар на улице снимать нереально тут же намокну сам намокнет аппаратура в общем ну придется мне вот в таком формате внутри автомобиля снимать на что делать я парень упертый поэтому я все-таки покажу вам это авто машину авто она машина ну в общем nissan x-trail и вот знаете тут какое дело как бы так это сделать так чтобы не переводить это видео в разряд 22 плюс в общем короче говоря сегодня будет сказ о том как nissan x-trail обкашкалился и Внешне машина стала пикантнее. В-образная решетка. Смотрите, какое элегантное декольте здесь в передней части автомобиля. Все линии плавные, а формы округлые. В общем, чего тут говорить. Внешность стала современнее и привлекательнее. Только вот хорошо ли это? Т31, предыдущий X-Trail, производил впечатление внедорожника, хоть и был кроссовером. А теперь это подросший Qashqai. Полная переоценка ценностей. В интерьере проведена работа над ошибкой. Не совсем так. Работа над успехами. Отчасти. В предыдущем поколении, Т31, всего их три, это Т31 второе поколение, это третье. Экран находился вот здесь. Высоко. Удобно. Теперь здесь дефлекторы, а экран спустили ниже. Для того, чтобы водителю больше отвлекаться от дороги, когда ему нужно принять вызов. Или вот, например, сменить частоту радиоприемника. Давайте покороче. Тут аккуратно, современно и удобно. Интерьер, конечно, не лишен недостатков, но серьезно придраться к нему с точки зрения эргономики вряд ли получится. У нас на тесте максимальная комплектация автомобиля. Передние кресла снабжены пакетом электрических регулировок. Регулируется продольное расположение кресла, угол наклона спинки, высота посадки и есть электрически регулируемый поясничный упор. Это здорово, но конкуренты в максимальном исполнении оснащают передние кресла и еще и регулировка угла подушки под колени. А у некоторых конкурентов есть еще и механическая регулировка подголовника. Здесь этого, к сожалению, нет. Руль регулируется механически в двух плоскостях. Я не нашел подогрева руля. Это не айс. Давайте я постараюсь еще короче. Знаете, в чем основная проблема интерьера Nissan X-Trail? Машина стоит 2 миллиона, а интерьер вызывает ощущение бюджетности именно с точки зрения качества материалов. Пластик вот здесь сверху мягкий, в общем-то здесь твердый. Все так же, как у конкурентов, но на вид это выглядит дешево. И это беда. Да, здесь нет светильников, как Nissan Qashqai. Слава богу, потому что эти светильники роднят Nissan Qashqai Lada 4x4. Представляете, насколько в двух разных автомобилях по ценовой категории устанавливаются одни и те же в альянсе светильники. Меня это просто вымораживает. Нет, здесь этих светильников, слава богу, нет. На этом спасибо, но этого явно недостаточно для того, чтобы противостоять качеству отделки интерьеров конкурентов. Скажем, например, соплатформенник Renault Kaleus вызывает гораздо более приятные ощущения с точки зрения интерьера, чем Nissan X-Trail. Головное устройство неплохое. Экран реагирует на прикосновения. Есть радио, медиа, проигрыватель, CD-плеер. Интересно, ими кто-то еще пользуется этими CD-плеерами. Навигационная система есть. Возможность синхронизации с телефонами по Bluetooth есть. И камера кругового обзора тоже есть. Недостатки. Экран маловат. Интерфейс подустарел. Качество картинки камер средненькое. На заднем диване Nissan X-Trail очень даже комфортно. Автомобиль ощутимо крупнее, чем большая часть одноклассников. И здесь действительно раздолье. Лично мне с моим ростом 1 метр 76 сантиметров. Самому за собой здесь просто очень комфортно. Даже могу почти вытянуть ноги. Места для ступней, для коленей, для плечей над головой выделено достаточно. Но вот о месте над головой чуть позже расскажу один нюанс. Все здорово. Материалы отделки такие же, как на переднем ряду сидений. Диванчик может быть отрегулирован продольно. Это высвобождает немного дополнительного пространства для багажа. Угол наклона спинки регулируется. Только что я демонстрировал вам максимальный угол отклонения спинки заднего дивана. Сейчас продемонстрирую минимальный. Вот здесь всплывает тот самый нюанс, о котором я говорил. Над головой становится маловато места. Но это отчасти из-за того, что наш автомобиль оборудован панорамной крышей. Без нее, наверное, над головой будет места побольше. Но все-таки я не могу не отметить, что высокий человек при вот таком угле наклона спинки может здесь начать упираться головой в крышу. Но все-таки это, знаете, это такой недостаток из разряда доктор. У меня когда вот там вот так делаю, вот там болит. Единственный ответ не делайте так. Ну не надо ездить на прямом угле наклона спинки высоким людям. Нужно просто откидываться. Тогда все будет здорово. Ну вот с оснащением, с оснащением все похуже. Кроме светильника, который не такой, как ЛАДА 4х4. Ручки страха, крючка для одежды и стеклоподъемника. Шумноват вам не кажется. Есть пара дефлекторов для управления воздушным потоком. И центральный подлокотник. В общем-то и все, нет подогрева. Это немного расстраивает. Центральный подлокотник организован очень даже необычно. Когда вы его откидываете, появляется дыра в багажное отделение. Если вы везете что-то такое, что может вылететь в салон, будьте уверены, оно вылетит. Так что имейте это в виду. Но вот такое интересное инженерное решение позволило сделать подлокотники одинаковой высоты. И честно вам скажу, здесь сидеть очень даже комфортно. И еще есть одно легкое ощущение внедорожности из-за того, что на втором ряду посадочных мест сидишь выше, чем на первом ряду посадочных мест. Жалко это вот ощущение внедорожности в Nissan X-Trail. Практически единственное. Легендарный японский производитель попытался сделать багажное отделение функциональным и практичным. Благо габариты автомобиля позволяют. Что из этого вышло, давайте полюбопытствуем. Во-первых, пятая дверь снабжена электроприводом и может быть открыта четырьмя способами. Кнопкой из салона авто, кнопкой на брелоке автомобиля, кнопкой на самой пятой двери и движением руки у сенсора. Именно руки. Зачем это сделано? Ну, чтобы не пачкать руки. Понятно. Почему нельзя было убить сразу двух зайцев и поставить этот сенсор в нижнюю часть бампера? Ну, чтобы можно было отпереть ногой на случай, когда руки заняты. Непонятно. Сенсор же все равно есть, а с коробкой в руках дверь не открыть. Провал. Что внутри? Ну, тут круто. Я так думаю, один из инженеров этого багажного отделения большой фанат Икея. Вот вам полочки. Хотите так, хотите сяк. В общем, весьма и весьма. Другой вопрос. Зачем? Ну, это каждый сам для себя решит. У нас на Десте X-Trail с мотором QR-25D. Технически это двухлитровый QR-20D с другим коленвалом с ходом поршней 100 мм, короткими шатунами и другим впускным распредвалом. Такая инженерная инсинуация позволила, не меняя головку, увеличить рабочий объем до 2,5 литров. На X-Trail третьего поколения ставится и двухлитровый мотор, но не QR-20D, а MR-20D. Это доработанный QR-20D, но речь сегодня не о нем. В общем, такое решение с увеличением объема не считается хорошим. На цилиндр, поршень и короткие шатуны увеличивается нагрузка. Увеличивается износ маслосъемных колец, из-за чего может появиться проблема расхода масла. Но производитель внес коррективы в этот мотор в 2007 году. Были установлены усиленные шатуны, установлены новые поршни, установлен новый впускной ресивер и доработанный распредвал. Это позволило избавиться от основных проблем, на которые жаловались потребители, но я бы не рассчитывал проехать на этом моторе больше 180 тысяч. В напарнике этому двигателю положен вариатор. Конструкция коробки, назначение которой обеспечивает максимальный комфорт. Никаких рывков, кайф. Ну и не забывайте молиться на него каждую среду, мало ли что. Честно говоря, X-Trail обладает достаточно незаурядными динамическими характеристиками, но конкурентам он, в общем-то, не уступает. Не могу не отметить достаточно резкую реакцию на акселератор. По ощущениям, это напоминает поведение автомобилей Subaru. Интеллектуальный полный привод очень даже неплохо реализован. Если вы думаете, что он для бездорожья, вы ошибаетесь. Давайте я вам покажу, для чего он. Вот разгон до 100 км в час на переднем приводе по снежной каше. Как видите, я так и не успел разогнаться до 100, а лампа антипробуксовочной системы не переставала моргать. А вот все то же самое, но в режиме 4х4i Auto. Ну и на десерт разгон по слегкоскользкому асфальту на все том же интеллектуальном полном приводе. Расход топлива невелик и немал. У меня получилось около 12,5 литров 95-го на 100 км пути в смешанном цикле. Тормозная система неплоха по эффективности, но по скользкому покрытию носит машину в момент торможения в пол не слабо. Подруливать приходится сильно. Управляемость приятно удивила. Я не могу назвать X-Trail острой и точной в управлении машиной, но настройки рулевого управления и электроники стабилизации очень породистые. Виден опыт Nissan в разработке и настройке быстрых машин. В общем, у меня претензий нет. Ни один из конкурентов не может сказать, что рулится очень сильно лучше. А вот в плане плавности хода X-Trail приуныл. Подвеска не сказать, что жесткая, но очень дерганная. При езде по плохим дорогам кузов не раскачивает сильно, но колебания явной рябью отдают в пятые точки всем обитателям салона. Получается обидная картина. Подвеска старается, но ехать некомфортно. Трясет. В общем, жестковато и на неровностях волей-неволей приходится сбрасывать скорость и ехать аккуратнее, несмотря на энергоемность. Подвески и хороший дорожный просвет в 210 мм. Акустический комфорт тоже не обрадовал. Тестовая машина на шипованной резине, и эта резина выдает плохую зашумленность колесных арок. Слишком уж хорошо слышно цоканье на малых скоростях и гул на больших. Внедорожные качества автомобиля. Выражены слабовато. Я бы на месте владельцев не рассчитывал на многое. Да, он идет увереннее седанов и хэтчбэков по снежной каше, но ровно до тех пор, пока под снегом что-то твердое. Внедорожная креда X-Trail можно выразить так. Я хороший кроссовер. Что в сумме? В сумме автомобиль, в общем, показался мне неплохим. На нем приятно ездить каждый день, даже вот в плохую погоду. И в нем, в общем-то, есть все, что нужно. Мне не хватало только подогрева руля. Наш автомобиль тестовый в максимальном оснащении и стоит 2 миллиона 100 тысяч рублей. Разброс цен на Nissan X-Trail вы сейчас видите на своем экране. С точки зрения опционального оснащения, здесь, в общем-то, есть все, что нужно. Двухзонная климатическая установка. Датчик света, датчик дождя, система мониторинга слепых зон, круиз-контроль, камера кругового обзора. В общем, если вы всем этим интересуетесь, как всегда, в описании для вас есть ссылка на спецификацию машины. Конкурентов у Nissan X-Trail на российском рынке достаточно много. Если хотите, можем обсудить каждого в комментариях. Я в видео постараюсь вытащить и донести до вас самую суть. X-Trail хороший, среднеразмерный кроссовер с, в общем-то, хорошими характеристиками. Ездить приятно, как уже сказал, все здорово. Портит картину только две вещи. Вариатор и на вид, откровенно, бюджетная отделка интерьера. Но зато автомобиль стоит чуть меньше, чем конкуренты, а по габаритам чуть больше, чем конкуренты. И еще один недостаток. Ну, не брутален он теперь. Ну, вообще ни разу. И придется принять его таким, какой уж он теперь есть. Знаете, что такое унификация в современном автопроме? Это когда вот так берут машину и кастрируют ее в угоду производственному процессу, в угоду маркетингу, в угоду плану по продажам, в угоду чему угодно. Нет, автомобиль неплохой, я не могу назвать его плохим. За эти деньги он очень даже неплохой, но яиц у него теперь нет. И надо как-то с этим жить. Если видео понравилось, ставьте пальцы вверх. Оставляйте свое мнение в комментариях. И подписывайтесь на этот канал. Всех протестирую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok